привет дорогие друзья в моем саду точнее на моей веранде меня зовут алла и я живу на юго-востоке англии сегодня я расскажу вам о том как сохранить герань и пеларгонию которая вас радовала все лето на следующий год что для этого нужно сделать и что нужно иметь добро пожаловать сад моем стиле я очень люблю пеларгонию герань я думаю все садоводы любят это прекрасное растение у меня росла геранька вот таких кашпо на моей деревянной терраски а также я высаживала герань в свои подвесные кашпо как видите до сих пор она цветет хотя в целом мои подвесные кашпо уже очень очень выглядит выглядит очень грустно я бы сказала вот такая ампель ампельная окопия совсем уже завяла и геранька тоже особенные листики увядшие хотя цветочки вот как видите еще раз тут но у меня есть еще 2 подвесной кашпот на другой части перголы также очень грустный вид этого кашпо поэтому чтобы сохранить герань и пеларгонию на следующий год на следующую весну я буду ее прятать на зиму и сохранять особым методом каким я вам сейчас покажу перед тем как приступить к работе я бы посоветовала всем садоводам запастись и необходимым материалом ну во первых вам понадобится несколько емкостей садовых корзин или садовых таких мешков как у меня для того чтобы складывать туда герань а также инструменты для того чтобы извлечь герань из ваших кашпо или из вашего открытого грунта и так для извлечения я использую вот такие вилочки и вот такой совочек с длинной ручкой то есть вот первое что нужно сделать это извлечь вашу пеларгонию или герань осторожно извлечь не нарушив не нарушив корневую систему аккуратненько выкопать пеларгонию вот в таком состоянии конечно тряхните тряхните всю землю постарайтесь чтобы земли практически не было и сложить вот так вот вверх корневой системой в отдельную посудинку ну вот как у меня вот такая корзинка я выкапываю все гераньки по такому же принципу отряхиваю землю и складываю я проделываю со всеми остальными растениями гераньки то же самое я проделаю с корзинкой вот такую использовав скамеечку я ставлю корзинку на скамеечку и и конечно мой незаменимый подколенничек и выкапываю свою гераньку ну вот друзья выкопала всю свою пеларгонию и гераньку сложила вот в такой садовый мешок и сейчас буду приступать к второму этапу друзья приступаем ко второму этапу что мы делаем на втором этапе это удаляем землю с корневой системы вот что-то делать вот такой щеточкой маленькой или большой вот как у меня обычно бытовая щетка и далее мы должны удалить все-все завядшие листики и также все цветочки с цветом с цветоножкой не бойтесь удалять все листья которые подозрительно больны или просто засохшие если у вас нет секаторов можно делать обычными ножничками или даже руками это не имеет значения главное чтобы мы удалили все засохшие листики и листики которые напоминают осенние осенние цвета бордовые желтенькие коричневые это конечно процесс трудоемкий но поверьте это стоит того мы приводим наше растение нашу пеларгонику в надлежащий вид для так называемой консервации вот если чуть-чуть такой побег оторвался не выбрасывайте его тоже его на консервации я так называю этот процесс пеларгония очень устойчивое растение к зимовке если его правильно хранить и так вот даже маленькие бутончики которые вот-вот распустится тоже нам не нужны вот примерно так выглядит растение на втором этапе и складываем его какую-то емкость корневой системы вверх листиками вниз вот так ну я только сделала два растения обработала два растения следующий этап обработать все растения в этой корзине так закончился мой второй этап самый трудоемкий этап и все мои гераньки подготовлены к так называемой консервации и третий этап один из самых простых для того чтобы сохранить наши гераньки всю зиму мы должны использовать просто бумагу или бумажный коробок или на худой конец газеты если вам известен этот способ я очень рада что я как начинающий садовод тоже открыла этот метод а если это новый для вас метод то я буду очень рада если он вам пригодится у меня приготовила вот такой коробочек картонный и опять же разные варианты бумаги это может быть обычная упаковочная бумага любого цвета любой конструкции желательно чтобы она была вот такая коричневая и или обычная газета которая также можно применять для консервации ну и на худой конец даже не на худой конец а если у вас есть такая манера собирать бумажные пакетики у меня есть такая привычка вы можете просто использовать бумажные пакетики для того чтобы хранить ваши пиларгонки так третий этап мы берем каждое растение и заворачиваем вот так вот бумагу аккуратненько не сильно прижимая и просто складываем коробочек можно использовать газетку как я уже сказала очень просто берете свою пиларгоньку или гераньку и складываете такой кулечек или просто как пакетик чтобы растение дышало обязательно оставляя пространство и складываем коробочек я это проделываю с каждым растением и заодно посчитаю сколько у меня по пиларгоне один из удобных методов хранения пиларгонки вот в таких бумажных пакетах главное чтобы корневище было вверху в такой пакетик можно положить если пакетик большой вот как у меня кэйфси можно положить несколько пиларгонек и поставить такие пакетики в вертикальном положении чтобы корни были вверху можно сложить такие пакетики в сарайчики в сухом прохладном месте или в гараже это очень удобный метод если у вас нет теплицы если есть теплица можете в теплицу самое прохладное место и в общем то такой метод консервация очень очень популярен как видите я буду хранить свои тюраники двумя методами в коробочке и в таких пакетиках всего у меня около 30 35 пиларгонек таким образом я надеюсь что я их все сохранила и последний метод это вернее последний этап консервации вы как я уже сказала вы закрываете коробочек и находите подходящее место для ваших гераник в сарайчике в гараже или в теплице не бойтесь что ваши гераники засохнут и пропадут они засохнут так и должно быть подсохнут я бы сказала но они не пропадут я бы рекомендовала еще наведываться поглядывать на них раз в месяц для того чтобы может быть найти или удалить какие-то болезненные листочки или стебельки вот так счастливого садоводства всего доброго если вам понравилось моё видео поставьте лайк нажимайте на колокольчик подписывайтесь на мой канал и мы с вами увидимся в следующий раз спасибо за внимание с вами была Алла с юго-востока Англии пока пока Субтитры подогнал «Симон»